Шапкова Елена Юрьевна, работаю в спинальном центре Санкт-Петербургского нефтизиопульмонологии. Я ведущий научный сотрудник, руковожу нейрореабилитацией. Я представляла наши результаты по использованию экзоскелета Экзатлет в реабилитации больных с позвоночной спинномозговой травмой. У нас уже много случаев, больше 50 и много курсов. Пациенты получают по три курса реабилитации и это дает хорошие результаты. Они улучшают качество ходьбы, они эмоционально изменяются. И очень неожиданным было для нас, что у части пациентов мы получаем неврологические улучшения, то есть прирост силы мышц и в том числе у полностью парализованных больных. Это редкость, это объединение двух методик, методик очень интенсивных тренировок в экзоскелете Экзатлет и электростимуляция спинного мозга для активизации локомоторных сетей. Совместное использование этих методик дает очень хороший результат. Нефтизиопульмонология на сегодня единственный в России центр, где совмещаются две методики. Электростимуляция спинного мозга для восстановления ходьбы и тренировки в экзоскелете. Вместе это очень хорошее сочетание. Оно дает приросты силы мышц даже у полностью парализованных людей. Не у всех, но примерно в половине случаев. Это очень хороший результат. Я могу сказать, что пройдя у нас три курса, серьезно изменяют свои функциональные возможности наши пациенты. Но эмоционально к концу третьего курса у них растерянность. Они не знают, куда им дальше деться с этим. У них начались успехи, они чувствуют себя обездоленными. Им некуда пойти, для них дальше продолжение реабилитации не предусмотрено пока. И вот с этим надо что-то делать. Их надо куда-то передавать, им надо продолжать тренироваться. И это важная проблема. Для того, чтобы начать тренировки пациентов, которые хронически парализованы, у которых потенциально практически у всех остеопороз и угроза тромбоэмболии, конечно, начало тренировок должно быть в центре, под контролем врачей и даже с наличием реанимации. Но когда люди активизированы, когда они подготовлены и физически, и эмоционально, и хорошо выучены ходьбе, они дальше могут продолжать это в поликлиниках, по месту жительства, в каких-то местных центрах, в социальных центрах, может быть, в фитнес-центрах для парализованных людей. На самом деле, это надо продумать. Ну, не называя, обычно мы не называем ни имен, ни фамилий, но у нас есть пациент, который первый раз приехал полностью парализованным два года назад и получил курс электростимуляции спинного мозга. У него какой-то прогресс начался тогда. Он получил у нас курс электростимуляции и ходьбы в экзоскелете. Ему удалось пойти, пойти с ходунками. Сейчас он ходит с канадскими палочками. Он полностью отказался от использования инвалидного кресла, даже передвигаясь на большие расстояния. И это здорово. У него исходно сразу после травмы был тип А. Через примерно 4 месяца появились минимальные движения до уровня типа Б. И на 2 года все остановилось. После курса электростимуляции спинного мозга пошло дальнейшее движение. А после совместного использования с экзоскелетом электростимуляции, конечно, у него прогресс несравнимый. Это деликатный вопрос. Я не думаю, что в любых руках. Я не думаю, что где угодно. Это непростая технология. И даже при том, что она сейчас выполняется черезкожно, то есть неинвазивная методика, все-таки требуется определенный опыт и знание. Ну и кроме того, это запатентованная методика. У нас есть лицензия на образовательную деятельность в институте. И мы планируем такую программу совместно с Еленой Георгиевной Бондаренко. Я мечтаю о детском экзоскелете. Мы участвуем в проекте Бомбини. Мы участвовали в техническом задании, в создании этого задания. И, конечно, моя мечта – это детский экзоскелет для самых маленьких. Не для подростков, не для подрастающих детей, а для тех, кто не может выучиться ходить. И у него нарушается сенситивный период. То есть до двух, до трех лет ребенок должен начать ходить. Иначе это потом очень трудно делать. И вот для таких деток маленьких он совершенно необходим. Вот это моя мечта, да. Уважаемые коллеги, я немножко не сориентировалась. Говорили о международном участии, попросили слайды сделать англоязычные. Я сделала… Да, ну этим и ограничимся. И заголовки, я прошу прощения, не перевела назад. Я представляю наш опыт использования экзоскелета и экзоатлет как монометод и в сочетании с неинвазивной электростимуляцией спинного мозга. У нас всего прошло 48 пациентов, 96 курсов. Из них только экзоскелет, 62 курса у 32 пациентов. И совместные 34 курса, 27 человек. Организованные исследования были по инициативе экзоатлета. Первое исследование в 2016 году с участием семи пациентов. Мы хотели выяснить, совместимы ли методики. Получилось неплохо. И поставлю следующий вопрос. А что дает каждый из этих методик? Что дает электростимуляция спинного мозга и что дает шагание в экзоскелете? Для этого пригласили опытных ходоков в экзоскелете, опытных пилотов, 4 человека, и людей, которые неоднократно получали курсы электростимуляции спинного мозга. То есть тут определенно резерв электростимуляции уже использован. И об этих исследованиях я скажу позже. А в дальнейшем мы включились в протокол клинической апробации. Это многоцентровое исследование. И там как раз электростимуляция спинного мозга не предусмотрена. Поэтому мы получили сначала экспериментальную часть, а потом контрольную. Вот об этом и докладываю. Я не буду останавливаться на критериях включения и исключения. Протокол предполагает два интенсивных курса по 22 дня, не менее 18 тренировок, с оценкой до начала и через месяц после окончания второго курса. И окончательная оценка результатов через 4 недели после окончания второго курса. Мы добавили еще и третий курс после того, как результаты оценены. Шкальные оценки используются для оценки наших пациентов. Оценка неврологического статуса стандартными шкалами. Нейрофизиологические методы. H-рефлекс, мультисегментные ответы. Глобальная миография, стимуляционная миография. И биомеханические методы. Стабилометрия, бароплантография. И многоканальная миография с определением фазы шага и видеорегистрации. Я прошу вас не пугаться. Я не буду все данные представлять. Потому что это очень много. Только основное. Это схема нейро-реабилитации. Туда входит тренировка вертикальной позы 30 минут в день. Тренировки в экзоскелете вместе с посадкой 60 минут. Лимфодренажный массаж. Через день массаж классический. Лечебная гимнастика 50 минут. И пневмостимуляция опорных зон стопы. Итого мы получаем активных методов 140 минут в день. Пассивных методов 60-80. То есть это интенсивный курс с одним выходным в неделю. Возвращаясь к тому, о чем говорила Елена Георгиевна. Нужны ли выходные? Мы убедились в том, что они необходимы. Если мы не даем нашим пациентам выходной, а иногда требуется дополнительный выходной, их показатели снижаются. Их эмоциональное состояние снижается. Они устают, и им тяжело. Вот этого допускать не надо. Лучше дать им передохнуть. Это схема наших исследований. То есть миографические регистрации. Горжусь тем, что отечественная система беспроводной миографии. И вы сегодня видели регистрации. Елена Валентиновна их демонстрировала. Американской стелькой. Вот нашей системы не уступает. Причем в некоторых позициях. Наша, я имею в виду, отечественная. Это не наша разработка. Это разработка Института Альбрехта. Она модифицирована. На сегодня она более надежная, чем американская. И значительно лучше в обработке данных. Так вот, в качестве примера привожу пациента с мейлопатией верхнегрудного уровня. Исходно тип А по Френкель. С высокой спастичностью. Айшвард 4. И после трех курсов ходьбы в экзоскелете с электростимуляцией. Восстановление адаптивной ходьбы. Это не полноценная ходьба, без сомнения. Но тем не менее, человек, который не мог двигаться, ходит. И, что очень важно, восстановление самостоятельного мочеиспускания. Будьте добры, видео. Я не планировала показывать видеорегистрации. Их, конечно, много. Но соблазнилась и все-таки их поставила. Первый курс – начало ходьбы в экзоскелете. Это пациент 5 лет после травмы, тип С, социально активен. Тренер детской сборной команды по футболу. И вот его успехи в ходе курса. Будьте добры, видео. То есть, если с ходунками он мог сделать несколько шагов, то, конечно, он не мог и мечтать о том, чтобы ходить по лестнице. Причем, посмотрите, ходить по лестнице вверх легче, но он может и вниз. Пока симметричный паттерн, но он работает над симметричным паттерном. Что, конечно, ему сложно. Но, тем не менее, ему есть с чем работать. Три курса, пять месяцев. Это суммарная характеристика того, что мы получили. Итого, из клинической апробации у нас было 32 человека. Досрочно выбыли двое. Возраст до 54 лет. 19 человек, полные плегеи, неполные 11. Спастические, вялые, примерно поровну. Давность травмы от 6 месяцев до 23 лет. 6 месяцев только один пациент, у остальных более года. И что мы получили? Частота улучшений по ревермит в третьих случаев. По шкале Бартелла в двух третях случаев. По шкале Хаммерсмит две трети случаев. Но что было для нас неожиданно и повергло в шок наших неврологов. Мы получили неврологические сдвиги по приросту силы мышц и болевой тактильной чувствительности. Причем по чувствительности в половине случаев. И семь случаев по двигательной шкале. Больные продемонстрировали удовлетворенность лечением в 30 случаях из 32. Нежелательных явлений было два. Теперь к вопросу о том, как распределились наши результаты между полными и неполными плегиями. Здесь показана не баллы, здесь частота изменений. И видно, что у полных плегий движения восстанавливались крайне редко, у неполных в половине случаев. Это не говорит о полном восстановлении. Это сдвиги, которые отмечаются неврологом. То есть это сдвиги не менее одного балла, а чаще это 2-3 балла. В одном случае 10, но это исключительные результаты. Если сравнивать чувствительность, то между полными и неполными плегиями практически нет различий по частоте. Вторая важная характеристика плегий – это вялые спастические плегии. Известно, что вялые считаются менее перспективными, чем спастические. Собственно, по приросту силы мышц они не уступали, а даже превосходили спастические. По чувствительности, собственно, чуть больше были случаев при спастике, но они сопоставимы. Третья характеристика, которая представляется чрезвычайно важной – это сроки после травмы, в которые пациенты начинали интенсивную реабилитацию. И в этом плане мы разделили всех до 2 лет, 2-5 лет и больше 5 лет. И что выяснилось? Нет преимуществ у разной реабилитации, по крайней мере в нашей группе. Это не значит, что начинать надо поздно. Это значит, не надо отказывать тем, у кого сроки большие. И, собственно, большого возраста у нас не было. Мы сравнили возраст до 30 и от 30 до 40. Мы не получили здесь никаких преимуществ у людей более молодого возраста. А теперь к нашим ранним результатам. Верхние столбики – это результаты двух курсов по 18 тренировок. Нижние – это один курс от 7 до 14 тренировок. Но с электростимуляцией спинного мозга. И что мы видим? Полные и неполные плегии. За 7-14 тренировок мы получаем существенно больше приростов, чем при практически четырех месяцах занятий без использования электростимуляции. Я не могу похвастаться теми же результатами по чувствительности. Судя по всему, она требует большего времени. Но по движению, конечно, это важный результат. Второе – это по спастике аналогичное сравнение. Результаты практически сопоставимы. И, собственно, дальше я хотела бы показать, как действует, то есть одно из воздействий электростимуляции спинного мозга. В нашем втором курсе, когда участвовали, ну, вы видите, пилот здесь присутствует, мы привлекли его. И как опытного человека, одного из лучших пилотов, собственно, обладателя рекорда по ходьбе в экзоскелете, и уже на первой тренировке после ходьбы в экзоскелете с электростимуляцией спинного мозга он заявил о желании улучшить свой рекорд, о том, что ему необходимо ходить дольше, и он готов зафиксировать это. Мы ему это не позволили, потому что это мешало планам других пациентов, но на следующий день он получил такую возможность. И, собственно, что выяснилось? Он смог проходить на час дольше, чем ходил без электростимуляции. То есть на треть улучшил свое личное достижение. Что может изменить электростимуляция? Короткий курс. Вот здесь на слайде представлены тренировки. Представлена черная – это непрерывная ходьба и общая продолжительность тренировок. Два тестирования предпринято на первой и на седьмой тренировке. И вот различия в опорных реакциях стопы. Во-первых, они исходно до 75, после недели тренировок под 100% от веса тела. Посмотрите на карту распределения опоры. Здесь правая нога не опирается на переднюю часть стопы. Здесь симметричное выравнивание. Почему этот пример важен? Человек опытный, один из лучших ходоков. С, наверное, уже двух-трехлетним опытом ходьбы, причем частой ходьбы, регулярной ходьбы. В течение нескольких сеансов со стимуляцией он изменил свою картину ходьбы, картину опоры. Увеличена вертикальная составляющая, увеличение опоры на переднюю часть правой стопы и изменение структуры цикла. Те минимумы, о которых сегодня говорилось в докладах, вот их здесь нет, и вот они появились. Ну, собственно, выводы. Первое, что комплексная реабилитация с применением тренировок ходьбы в экзоскелете активирует пациентов, расширяет их независимость и самообслуживание. Данных этих я не показывала, но шкальные оценки об этом свидетельствуют. У части пациентов, не у всех, но у части, наблюдаются позитивные сдвиги в неврологическом статусе, прирост силы мышц, чувствительности. И это касается и полных, и неполных плегей, и вялого, и спастического тонуса мышц. Конечно, вероятность позитивных сдвигов при неполных плегеях и при спастическом тонусе мышц выше. В наблюдаемой выборке четкой зависимости между позитивными сдвигами в неврологическом статусе и сроком травмы, а также возрастом пациентов, не выявлено. И последний важный вывод, что по приросту мышечной силы два курса тренировок, то есть четыре месяца, сопоставимы с двухнедельным курсом тренировок в экзоскелете с электростимуляцией поясничного утолщения спинного мозга. И последнее, что мне хотелось бы сказать. Начало ходьбы для пациентов, особенно хронических, с продолжительными плегями, сопряжено с высоким риском переломов и с риском тромбоэмболии. Поэтому, безусловно, должно проводиться в медицинских центрах. Но уже после трех-четырех курсов реабилитации выученные, функционально-психологически подготовленные пациенты могли бы продолжить занятия в поликлиниках, в центрах социальной реабилитации и в каких-то, возможно, фитнес-центрах. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...